этот автомобиль мы ждали уже почти год и тогда вы помните тест-драйв в европе он мне очень понравился там был дизель механика полный привод и все наши главные ожидания были связаны с его ценой насколько адекватной она будет позволит ли она купить эту тачку и радоваться жизни ну что ж это было audi q3 как вы понимаете и он приехал в россию и мне ничего здесь не остается кроме как грызть деревья мы начинаем audi q3 на click on card погнали все портит только сука ров посреди поля он что серьезно собирается это сделать ты понимаешь что происходит итак давайте поясню почему же я так думаю и в чем же с главная суть нашего разочарования он переднеприводный и пока что вы не можете купить полный привод при этом стоит он как новый audi новенький отличный хороший оранжевый посмотрите в с-лайне 3 ляма 3 все пока вы уже закрываете это видео я вам скажу так что конечно же это первоначальные стоимости конечно же можно найти его со скидками посмотрите на том же автоспоте даже на эту новинку казалось бы уже предлагают скидки до 400 тысяч рублей то есть вы можете найти его от 2 до 3 миллионов разных комплектациях которые вам больше по душе и там же вы можете посмотреть любой другой автомобиль потому что там собраны все автомобили в наличии со скидками по реальным ценам так что вам не нужно бегать по разным дилерам искать этот автомобиль заходите все в одном месте оставили заявку если лень искать вам под все подобрали если не определились то почитали их блог автоспот точка ру ссылка в описании а мы переходим обратно к этому audi ну и по поводу передней приводности потому что вы уже наверняка сильно расстроились что же в нем не так ну какого черта да нафиг он не нужен переднепривный но как ни странно все равно несмотря на то что комментариев таких будет очень много покупать его будут в большей степени именно переднепривный как и все остальные кроссоверы несмотря на то что даже мы в россии но с каждым с каждой зимой у нас все меньше снега с каждой зимой все суши дороги и возможно полный привод уже не так актуален и самое интересное что здесь передний привод и сама платформа она в принципе не такая убогая а точнее сказать она даже очень хороша что можно его брать даже на переднем приводе что я имею в виду когда я говорю не такая убогая или хороша ну что ж давайте представим что перед вами канава рано или поздно каждый из вас сталкивается с такой проблемой как сука ров посреди поля а у вас переднеприводный кроссовер или просто переднеприводный автомобиль что же делать как же проехать это препятствие и выбраться с этих чертовых земель и любой кроссовер у которого работают имитации может справиться с этим препятствием наискосок теории я думаю что хорошие переднеприводные кроссоверы тоже это могут сделать почему потому что работают имитации и если у нас одно колесо все-таки туда перескочит то вероятность того что второе должно затащить она все-таки есть но это в теории а как оно будет на практике здесь в принципе глубина ну наверное сантиметров 30 клиренса у нас в ауди очень мало выглядит стрёмно на самом деле стрёмно то есть я бы сюда как и нормальный человек любой не поехал но что делать нам нужно отсюда выехать как самое главное у нас есть режим off-road который позволяет более-менее плавно дозировать тягу у нас есть зимние шины это липучка они даже не шипованные то есть ну и в принципе не знаю сейчас посмотрим что будет он что серьезно собирается это сделать думают некоторые коробка в нашей версии конечно же dsg то есть механики тоже у нас нету и вот тут ты и думаешь ведь за эту цену действительно можно взять много чего например тот же самый тигуа при этом тигуан ты сможешь взять двести двадцать лошадиных сил вот так а спал погнали 3 передача 30 ну хочется чтобы этот настрой да он даже с этим двигателем понятное дело нормально адекватно разгоняется есть динамика но это audi понимаете мало того чтобы здесь просто была какая-то динамика он должен быть быстрым он должен быть быстрее всех его со платформенных под другими брендами родственников поэтому ему нужен более мощный двигатель это просто статус получается это просто статус а сейчас когда он к нам приехал вот в таком урезанном варианте я вообще не понимаю как они могли это допустить ауди зачем вы так сделали пожалуйста быстрее скорее полный привод просто скорее так зачем же нужен этот audi и за что же вы его все-таки захотите ну что ж чтобы это понять недостаточно оранжевого цвета недостаточно новых форм каких-то мускулов линий недостаточно новых фар и фонарей и недостаточно его образа чтобы его захотеть нужно забраться это сейчас одна из самых интересных ауди здесь есть вот такой большой сенсорный дисплей которому тоже вот проспект удачи он мне показывает удачи ты купил audi q3 удачи тебе сразу находит этот проспект в любом случае полностью электронная панель приборов вы скажете такой же есть живу в тигуане ну понимаете где-то в тигуане качество этих самых материалов и отделки она расстраивает надо ждать новый тигуат пока возможно да и так сойдет некоторые до подумают если вы хотите больше техники то да если вы хотите чтобы вы были как раз на пике этих самых технологий чтобы вам все нравилось чтобы это было новых то это ауди потому что среди его конкурентов у бмв и у мерседеса не будет так интересно есть какой-то шарм в этом автомобиле потому что все здесь сделано так как тебе нужно что самое главное то есть ты сюда попадаешь и понимаю что до 3 ляма ну чтож 3 ляма но нет но не за передний привод но пожалуйста зачем вот все портит только одно какого черта нет полного привода и это самое важное даже несмотря на то что он умеет даже на переднем приводе все равно вы будете возвращаться к тому что вы отдаете слишком много денег а получаете всего лишь переднеприводный автомобиль ну в этом уже за три миллиона все должно быть все все должно быть все все что ты хочешь взять вот в этой тачке оно должно быть и полный привод это одно из если не самый главный фактор то один из главных который должен быть упс теория немножко расходится с практикой я даже не могу съехать типа вот здесь вот лед и это колесо не может провернуться у тебя правое колесо висела я знаю правое вывесилась а левое почему-то не смогло дальше проехать да не мне кажется все должно быть нормально дубль 2 немножко даем ход цена ошибки 3 миллиона рублей максим привет цена ошибки 3 миллиона рублей и и и и и и А вот то, чего я боялся. Вот это уже проблема. Или второе свойство, но это больше относится ко всему шасси и балансу автомобиля. Не каждый переднеприводный автомобиль может делать вот так. У нас сейчас включена система стабилизации, поэтому когда я поворачиваю, автомобиль дрифтит и поворачивает ровно настолько, насколько мне надо. Он даже вот это скольжение контролирует. Это не значит, что сейчас будет какой-то у нас занос. Нет, его не будет фактически. Крутого заноса нет. Но, однако, вот я поворачиваю руль и все хорошо. То есть настройка системы стабилизации именно такая, что насколько надо тебе повернуть, ты поворачиваешь. Если ты выключаешь систему стабилизации, как в случае, например, с Fav, который был совсем недавно, здесь не будет такого, что ты постоянно будешь делать не пойми что. Все, я просто разгоняюсь, просто сбрасываю газ и платформа мне позволяет сделать вот так. Разматываю и контролирую этот автомобиль. И мне нравится, что самое главное, мне нравится. Я могу получить удовольствие даже на переднем приводе. Вы понимаете вообще, что они сделали? А теперь представьте, если у нее будет полный привод, что это будет? Произошло худшее, что могло произойти. Мы оказались в западе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое время выругаться и сказать, что все было так и запланировано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На самом деле, я тоже подумал, потому что звук даже выключил. Понимаете? Мы думали, все, Паджеро Спорт, приезжай на выручку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное спокойствие. Главное спокойствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, при помощи какой магии, но вот в совокупности все. И что, шинки у нас такие не самые городские. Какие-то такие более-менее с нормальным зацепчиком. И что плавно, самое главное, потому что вы видели, здесь никакой не газ. Я еще в уме всегда держал, что сейчас я выверну руль, нажму на газ, и до свидания, шрус будет еще один. ДАВАЙ! ДАВАЙ! Что это было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но нет, на самом деле, все, мы на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие переживают по поводу клиренса. Ну что ж, после того, как мы переехали эту гребаную канаву или проехали по многим колеям, где казалось, что не каждый автомобиль пузотерочный проедет, я думаю, что переживать не стоит, потому что днище действительно ровное. Полностью. И выделяются там только рычаги. И то, выделяются, я бы так сказал, не очень сильно по бокам, да? Поэтому по клиренсу, я думаю, что нормально. Для переднеприводного особенного кроссовера это нормально. Пойдет. Даже в S-Line, в принципе, мы, посмотрите, ничего не отодрали. S-Line, кстати говоря, сделан правильно, потому что вот здесь, вы видите, вот эти черные, да, накладочки, которые вроде бы спортивные, а снизу вот здесь вот все равно черный, вообще не крашеный пластик, который закрывает ваши пороги. А это значит, что порогами этими будет даже не страшно, если что где-нибудь появилось. S-Line спереди, конечно же, не такой дружелюбный, потому что здесь уже никакого пластика нету. И в этом, конечно же, есть небольшие проблемы. Потому что как раз спереди вы можете его где-нибудь покоцать. Здесь как раз то самое сочетание комфорта и управляемости, и интереса от вождения, которое нужно. Руль хорошо настроен, педаль хорошо настроен. Ну ладно, я вам это все уже говорил, но тогда у нас был дизель и механика. И я просто перся от того, как машина рулится, как она ввинчивается во все повороты, как просто интересно ехать на кроссовере, казалось бы, высоком, да, но нет. Вот это все сочетание в нем сбалансировано. Вторую. Газ, полный привод. Встанемся на второй. Даже руль перехватывать не надо на кроссовере. Обалдеть. Он веселый. Он действительно веселый. Это прикольно. Это не будет такой машиной на повседнев, которая каждый день просто возит тебя куда-то. И даже если он будет не оранжевым, он все равно будет веселым. Это не убрать оранжевыми вставками. Это его настройка. О, 14, 54. 50, короче, еду, не напрягаясь особо. Хотя, вот, наватенько, вот, наватенько. Но справляется. 56, 57. О, скорость набираешь. Она лучше едет в 60. Нифига себе. Ничего себе. Она лучше едет, чем больше скорости. Вот она, энергоемкость скрытая. Вот он, вак. Короче, нельзя на нем медленнее ехать. Топ. Это хорошее подвесо. Ну, и снаружи, я думаю, вы тоже видели. Вывод-то, на самом деле, был в самом начале, на поверхности. Если вы хотите эту тачку, да она офигенная. Она хорошо едет. Она хорошо управляется. Она хорошо чувствуется. У нее есть баланс. Она даже на переднем приводе где-то проезжает. У нее все вот это сочетание ее качеств, она новая. И она дает вам вот это ощущение нового вага, который есть во всех, в принципе, Ауди. И кроссовер из компактных кроссоверов. Это сейчас лучшее предложение, по сути, из премиальных, из всех вот этих вот. Но один маленький момент. Хотя, может быть, для кого-то даже два. Это полный привод и более мощные двигатели. Где двухлитровый двигатель? Где? Двухлитровый двигатель и полный привод должны быть у Ауди. Потому что они есть, черт побери, у Volkswagen. Они есть даже у Kodiaq. И они есть, естественно, у конкурентов. Ну что ж, вы переживали, что Ауди Ку-3 у нас только переднеприводный? Не переживайте. Он все равно очень веселый. Поэтому, если вы очень хотите Ауди Ку-3, то уже можете его покупать. Спокойно. А если вы хотите еще более интересный Ауди Ку-3, то нужно всего лишь подождать. Потому что полный привод, конечно же, будет. Будет он через пару месяцев. Поэтому главный вывод по этому автомобилю – подождите немного. И вы получите лучший кроссовер, премиальный в этом классе. На этом все. Всем спасибо огромное за внимание. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok